Ой, дружище, ты себе не представляешь, как же сложно заранее записывать видосы по битве замков, чтобы их потом публиковать. На самом деле, сегодня ты должен был увидеть другое видео, и это другое видео я буду публиковать завтра, и оно, наверное, уже потеряет свою актуальность. Возможно. Я надеюсь, что нет. Но, тем не менее, когда мне подписчики скинули новость определенную сегодняшнюю, я не мог пройти мимо этого. Вы по названию уже могли, в принципе, догадаться, что же происходит-то, а? Ну, давайте посмотрим, что происходит. Нахожусь на английском сервере. У нас тут бесплатная попытка. Ага, давай. Со старту, да? Со старту, со старту. Чувствуете, чувствуете запах? Запах кэнди. Ладно. А, и на халяву талант. Я думал, там сейчас священный огонь пятый выпадет. Я бы не удивился. Ладно, заходим сюда. Вот тут, конечно, просто бесконечно, бесконечно всякая хурмы. А, смотри, у них сегодня еще и коллекционер. Серьезно, ребята. А давайте заодно тогда сразу и коллекционер оценим. Что он из себя представляет? Ну, слушай, а коллекционер-то интересней тут, как мне кажется. Ну, да. Слушай, намного интересней коллекционер. Раньше на каждом сервере были прикольные коллекционеры. Но потом на русском сервере получается так, что, ну, там реально, ну, блин, хурма полная. Я не понимаю, почему сейчас игроки русского сервера так прутся с этого коллекционера. Ну, потому что, ну, такое. Во-первых, тут, там даже у нас теперь просто нужно 4 позиции выбить. Здесь позиции больше. И посмотрите, что мы получаем за 15 слизней. То есть, ну, это круто. Ты здесь можешь получить и синие кристаллы, и, блин, ну, как бы, и кулаков можешь поднять. Ну, почему бы и не да. Ладно, короче, не о коллекционере у нас разговор. Заходим сюда, ищем, ищем. Я вам сейчас покажу. Я вам сейчас покажу. Я не сказать бы, что офигел, но было достаточно приятно. Вы по названию видео уже могли понять, что происходит. IGG-разработчики официально, можно сказать, признали, скажем так, за баги, за баги признались. Мало того, что признались, они еще и извинились, понимаете. Ну, я долго играю в игру, но давно, не то чтобы давно, а может быть вообще никогда, ну, не было такого, чтобы вот официально разработчики такие, ребята, ребята, извините нас. Извините нас. Вот. Бывали с их стороны косяки, они молча там их как-то признавали и просто кидали там какие-то плюхи за это. Но чтобы вот официально выходило, скажем так, письмо в игре, ребята, ну, смотри, что здесь написано. Дорогие замковладельцы, мы, мы извиняемся перед вами за, скажем так, баги в битве гильдии. Мы скоро выпустим патч, который решит эту проблему, и мы пришлем тебе, как и, мы пришлем вам, как и кулачки, так и самоцветы и другие плюшки, вот, в виде наших извинений. Спасибо большое, вот, за поддержку и понимание. Вот прикиньте, вот прикиньте, что написали. Я честно скажу, я не знаю, это будет у нас на русском сервере или нет, но они уже прислали 500 самоцветов и будут присылать еще плюхи. Ну, это реально круто. Я хотел вот этот вот кусок, эту новость сунуть в то видео, которое должен был бы выложить, но, к сожалению, я посчитал, что оно будет слишком длинным. То есть, они извиняются, они признают свою ошибку и присылают. То есть, была недавняя тема на всех серверах, не знаю, с чем это связано, то ли я письмо накатал, то ли еще что-то, то ли вы там много в техподдержку бомбили. После какого-то обновления, разработчики, скажем так, дали нам плюхи, то ли запрет, а искренняя благодарность называлась. Помните, когда они нам надавали, насылали огромнейшее количество плюх? Ну, и то они там, знаете, не писали, вот мы, ребята, извиняемся за то, что мы сломали баланс, штампуем героев, не обновляем старые локации, мы за это извиняемся и даем вам плюхи. Нет, они просто дали плюхи в виде искренней благодарности, это они так назвали. Сейчас, сейчас они реально тут в тексте написали, что они, по поводу какого бага идет речь? По поводу того, что, как я понял, когда ты там на 43 проходишь какого-то противника на битве гильдии, ты закрываешь бой, и тебе засчитывается слив в виде 50 или 51%. Вот за это они извиняются. У меня сейчас большой вопрос, будет ли у нас такое на русском сервере? Во-первых, извинятся ли перед нами? Во-вторых, дадут ли нам плюшки? Ну, все-таки хотелось бы надеяться, что это массовая история, и хотелось бы надеяться, что на русском сервере мы увидим абсолютно то же самое. Мне плевать на награды, я бы хотел увидеть этот текст на русском, вот чтобы, когда я захожу в игру, вот такие вот таблички выскакивали бы. И в будущем хотелось бы, чтобы они написали бы как-нибудь такое же письмо всем игрокам. Ребята, вот мы понимаем, вы все ждете изменения старых локаций, улучшения и доведения их до ума. Мы извиняемся перед вами, что не делали этого раньше, и мы в будущем обещаем все это исправить. Мне бы еще хотелось бы такой текст увидеть. Но можем начать и с этого, потому это реально очень интересно. Я, если честно, ну, по крайней мере, на русском сервере, может быть, на английском где-то проскакивала, такой фишки не замечал. Это вот, за это можно поаплодировать. Всегда красил, всегда, знаете, мне люди нравились за то, что они умеют признавать свои ошибки. Мне не нравятся люди, которые, какую бы херню они не сотворили, они будут до последнего. Даже если они понимают, все вокруг понимают, что они сохранили херню, они не будут признавать свою неправоту. Мне не впадло сказать, что я был неправ. И я надеюсь, что разработчики тоже встали на этот истинный путь. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Далее, что еще хотелось бы поднять? Какую тему? Ну, уже ютуберы наснимали, наснимали бедосянских по поводу того, что будут акции, скажем так, акции будут, акции будут связанные с Валентином, с Днем Валентина, да, там, голосуем за героев, вот это вот все, бла-бла-бла. Я не знаю, если честно, куда входить, но куда-то тут можно войти. И, ребята, что-то будет, анко, так, бинго, бласт, слушай, сколько у них тут акций? Юбилейшн гифтс, я не знаю, сэнд, а, вот это, наверное, да? Сейчас посмотрим. Может, кто-то не видел видосов других ютуберов, я вам просто покажу. Да, видите, вот такая акция интересная появилась на, скажем так, английском сервере. И я надеюсь, что она появится у нас. Ну, даже на нее мне, если честно, плевать. Я хочу, чтобы вот это... Так, нет, где это, где они? Где это, я забыла. Я хочу, чтобы вот это вот появилось. Я понимаю, что на русский сервер все приходит с опозданием, но я надеюсь, что придет. И как-то странно, почему на английском сервере есть, а вот на русском нет. Ну, наверное, наверное, должно пройти несколько дней. Будем, будем, ребят, надеяться, будем надеяться, то, что у IGG, которые там сидят в Китае, в Америке, где там только не сидят, компания большая, что у них отношение, скажем так, ко всем серверам одинаковое. Ладно. Ну, сейчас у нас что? Я тут зашел на склад и обратил внимание на очень интересный момент. И он заключается в том, что... Смотри, типа, стартер пак. Я, если честно, эту хурму не забирал. И я не помню, что это такое. Я помню, что что-то было, а может быть, да, все-таки это было в игре, там, Атлантскора дадут, да? Это стартовые пакеты. Вот я просто не помню, я когда на Тунце играл, была такая тема или нет? Да-да-да, была, была-была, все, вспомнил. Тут сейчас еще Атлантикор последует. Видишь, Фараона дали. Ну, это прикольная штука, конечно. Когда я начинал играть от такой поддержки, от такого буста, мы не могли мечтать. То есть, это было что-то немыслимо. А сейчас, когда начинаешь играть, тебе вот такие штуки выдают. Но, если честно, я даже не помню, где они выдаются. Мы сейчас еще тут паролим. Так. Окей. Короче, пишем, пишем в комментариях. Мне очень интересно ваше мнение. Вот, что вы об этом думаете. И главное, конечно, чтобы это появилось на нашем русском сервере. Опять же, еще раз, я не школьник, да, который там будет кричать о том, что у нас награды хуже, на русском сервере хуже. Награды там лучше, там одно, второе. Мне, мне дико плевать. Для меня важно именно отношение, скажем так, и внимание. Вот. Вот это самое главное. Награды. Награды, конечно, хорошо, но порой бывают моменты, когда все-таки важны не награды, важны не деньги, а именно, скажем так, нормальное человеческое отношение. Вот что для меня важно. Вот. Нормальная человеческая коммуникация. У нас 3000 самоцветов. Вот такой вот у меня тут аккаунтик беспонтовый. Давай, сейчас посмотрим. Может, на халяву еще какого-нибудь интересного героя выбьем, и тогда уже закончим. У-у-у, санта-бум. У-у-у. О-ля-ля. Так, давай. Че там? Желатин, фараон. Все. Все. Самоцветасы у нас закончились. И тут мы ничего не выбили. Ладно, друзья, лепим лайки. Я прервал, скажем так, немножко свое расписание, записал для вас видос. Надеюсь, поддержите. И хотя, хрен там на лайки, короче. Пишите, пишите ваше развернутое мнение по поводу происходящих штук в игре. Ну, по поводу акций, не знаю. Скажите, надо ли мне еще раз записать видос про акции и записать видос моего отношения к этому нытью, то, что о-ко-ко-ко-ко-ко-ко, знаешь, вот это вот, ко-ко-ко, у нас на русском сервере, блин, плохие плюхи за донат, а на английском шикарные, русский сервер говно, у нас плохие плюхи. Записать мое отношение к этому петушачьему визгу, или нет. Ну, короче, пишите все. Всем пожелаю огромнейшей удачи, по ссылочке качаем игры, я богатею и толстею, всем пока.